Говорят, не повезет, если лысый кот дорогу перейдет. Или голый кот. Что ж такое? Почему я все время лысыми их называю? Ну, потому что они и лысые, а если ты смотришь дальше, то они еще и голые. Николай Леонов, наш эксперт у нас в гостях. Николай, доброе утро. Ну, на самом деле, они не всегда лысые или голые, да. Они горячие, приятные. Они не лысые, они голые. Голые, потому что бесшерстные. Это порода бесшерстная. У них нет шерсти. Лысые, это когда была шерсть, и она отпала. А здесь ее не было изначально. Она голая. Да, но по степени... Что за аномалия? Как вообще вывели этих кошек? По степени голости это ген такой. Не бойся, все хорошо. Он, на самом деле, известен очень давно. И порода выведена достаточно давно, уже хорошо изучена. И проблем никаких с ними не бывает. Но, на самом деле, если вот это маленький котенок, да, он почти вообще голенький, он такой резиновенький, то вот кошка, она велюровая, да, такая? Велюровая. Слегка вы возьмите, и волоски у нее все-таки есть. Она такая мягкая, очень приятная. Как диван. Ну да, она немножко другая, чем котенок. Как диван, да, почти. Скажите, а температура этих кошек отличается от кошек? Просто у тех шерсть. Просто у тех шерсть. Не дает нам почувствовать. Да, и мы не можем хорошо почувствовать температуру кожи. На самом деле, да, они кажутся чуть горячее, но это нормально. Температура нашего тела ниже температуры кошки. Температура кошки 37,5-39,5 таким образом варьируется. У котят, она чуть больше, у взрослых кошек чуть меньше. Уход за такими кошками, он как-то отличается от кошек, которые волосатые? Или как мы будем называть обычных кошек? Ну нет, смотрите, вот как раз блох-то и надо, потому что они вообще не защищены. У них нет шерсти. Это не значит, если шерсти нет, не значит, что на них ничего не живет. На них живут и блохи. У них бывают микроспори, да, или в простонародье лишаи. Очень по-другому как раз проявляются. Такие кошки очень легко и быстро могут обрастать под такими частями. У них, если вы посмотрите, на ушках тоже шерстка есть. Но иногда мы видим в домашних... Нет, их не бред, они выпадают, волосы выпадают. Одна таблетка, если у вас. Да, иногда сфинксов, в которых есть шубка такая небольшая. Вы, скорее всего, это видели, потому что в доме прохладно. И это не значит, что у вас холодно. У вас может быть температура и 40 градусов в квартире. Но этим кошкам холодозависшие, скажем, вещества, да, могут вырабатывать и разбудить волосы. Волос будет. Он, правда, будет такой пуховый, но он будет. И вот как раз у нас очень многие владельцы считают, что сфинксов нужно мыть очень часто. И у них появляется... Это не так. У них появляется такой налет, который может оставаться на руках, может оставаться на мебели коричневатый. Кто сфинксов заводит, те прекрасно об этом знают, 100%. Вот, а мы увидим перед собой отличных выставочных кошек, у которых вообще ничего нет. Это породистая кошка? Ну, конечно. Что должен понимать человек, который захотел себе такую кошку? Вот какие основные мастерства? Он точно понимает, что если он увидит ее ночью неожиданно, он не испугается. Да нет. Или ходить пальцем по квартире. Да, испугаться. Но привыкнуть надо все-таки, кошка выглядит необычно. Выглядит необычно, тактильно она необычно, но очень приятно. Нужно пересилить. И плюс, эту кошку нельзя часто мыть. Потому что чем чаще... Даже сейчас, вот в период эпидемии... Масечка. Да, эпидемия мне страшна этого вируса. Вот, да, конечно, часто мыть не нужно, потому что чем чаще мы начинаем мыть такую кошку, тем сальные железы, а потовых желез у кошек нет, тем сальные железы начинают работать более интенсивно. И кошка начинает покрываться все больше и больше жировым налетом, да, неприятным, которым... Вот она к вам хочет. Который будет... Она хочет куда-нибудь... В поисках кошки. Лови. Она... Лови, лови. Будет как раз выделять этот налет, который будет заклеивать поверхность кожи. Это будет приводить к таким папулам, таким прыщикам, да, и мы будем обращаться либо к дерматологу-врачу, который будет решать эти проблемы. Иногда мы назначаем лечебные шампуни для того, чтобы как раз бактериальную флору здесь уменьшать. Иногда противогрибковые. Но в первую очередь, всегда, если шампунь вы выбираете, шампунь должен быть увлажняющий. Правильно ли я вас понимаю, что уход за голыми кошками, он даже еще более серьезный... Сложный. ...и более сложный, чем за обычный. Очень несложно. Кошек редко моем. Ага. Используем увлажняющие салфетки для того, чтобы убрать загрязнение. И на этом, наверное, весь уход и закончится. Запасаемся для себя туалетной бумагой, если ночью все-таки она прокралась к тебе на кровати. А вот кто эти люди, которые скупают туалетную бумагу. Это владельцы голых кошек. Николай, скажите, а бывает у голых кошек доброе выражение лица? У них всегда доброе. Но выглядит как немножко зловеще. Да, потому что кошка следит за вами. Эти кошки будут с вами постоянно спать, потому что им прохладно. И им нужно тепло человеческое тело для того, чтобы... Греться. Греться, да. Это кошка, которая будет с вами спать. То есть она привыкнуть к этим ощущениям. У них характер какой. Они покладистые, они контактные. Или наоборот, они больше сами по себе и не трогайте меня. Вот смотрите, мы этих кошек вот сейчас с вами видим впервые. И я тоже, потому что мои гости меня в соцсетях видят. Кошка контактная, не кусающаяся. Вообще, на самом деле, есть сфинцы, которые могут там кусаться. У нас на приемах такое бывает. У нас даже есть сфинк, который просто как сирена визжит. Мы ничего с ним не делаем в клинике, но он пищит постоянно. Вот. Но вообще, на самом деле, это очень контактные животные, потому что они привязаны к человеку. Из-за того, что им холодно в нормальных условиях. Они любят тепло тело. Котенок прекрасно вас на руках сидит и даже не двигается. А кошки любопытные. Они любопытные животные. Это, конечно, кошка, которая будет у вас на холодильнике, где-то на поверхностях ходить, скидывать цветы. Вот она уже по студии прогулялась. Да, раскапывать их. Но это все же зависит от характера. Ей интересно. Она пытается изучать, что происходит. Потому что кошки любопытные, а сфиньцы любопытные вдвойне. Очень. И главное, мяукают не громко. Мяукают, да, но они могут и громко. Как сирена. Да, и на самом деле, кстати, они очень не сильно царапают, потому что когти у них закруглены. Так уж случилось, потому что все-таки это производные кожи, а кожа у них гладкая, мягкая и волосы почтиные. В каком этапе они появились? Раньше же не было таких. Это спонтанная мутация. Сначала появилась кошка, у которой шерсть отсутствовала только частями. Их первоначально очень много пытались лечить от различных проблем. На самом деле, это генетическая такая мутация. Есть канадские сфиньцы, вот они вот у нас сейчас находятся на руках. Есть донские сфиньцы, которые у нас в России появились. Есть петерболт, это как раз разновидность ориентала с донским сфиньцем. И всех объединяет в том, что у них нет шерсти. Это спонтанная мутация. Ну, скажем, если канадский сфиньц, то это достаточно давно первые представители этой породы появились больше 30 лет назад. 30? Да, если мы говорим о донском сфиньце, первый донской сфинкс – это 1986 год. В России начали… Свежая? Да, первоначально этих кошек, как выявили, нашли кошек, у которых шерсть отсутствовала, или она была такая, чувствительные волоски, или пуховый такой пушок. Их начали… Как раз генерация была внутри, путем имбридинга, да, близкородственного скрещения. Только таким образом мы можем закрепить такие признаки. И дальше уже порода начала развиваться как самостоятельный такой… Как самостоятельная порода была признана большинством федераций. И успешно у нас сейчас в России разводится. Их как раз… Вот если… Чем можно отличить разных сфиньцев? То, что если вы посмотрите на канадских сфиньцах, которые у нас сейчас, у них ухо похоже на крыло бабочки, да, мы очень хорошо это видим. А если вы видите донскотс, сфиньц, во-первых, он голенький, резиновый совсем, а во-вторых, у них ухо более вытянутое, как у зайца. Я не знаю, зависит ли это от возраста или от характера, но обратите внимание, что вот взрослая кошка, да, она так себя ведет немножечко нервно и пытается у вас из рук выбраться. А у меня сидит как будто статуэтка, как будто игрушка. Он вообще практически не шевелится, просто сидит и что-то там разглядывает периодически. Ну, знаете, он очень хорошо следит за тем, что происходит. Все разглядел. Он мальчик, ему положено так созерцать. Эта кошка, она пытается понять, что на этой территории происходит. Ну что ж, пока наши голые гости пытаются понять, что происходит в нашей студии, мы продолжаем программу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова